Некоторые знаменитости и дня не могут прожить, чтобы не похвастаться своей крутостью, понтами и толщиной кошелька. Бузова катается по Москве на верблюдах, Ивлеева стреляет из калаша на годовщине свадьбы, а Моргенштерн меняет машины чаще, чем обычный человек постельное белье. Но Яна Рудковская умудрилась всех переплюнуть. Эта мадам и раньше была героиней вечных скандалов, но тут она превзошла даже саму себя. За что Рудковская оскорбила другую блондинку Риту Дакоту? В чем реальная причина ее ненависти? Что круче, фирменная сумка от мирового бренда или клетчатая авоська? Как будет мстить обиженная Рита и что сделает с Рудковской Луи Виттон за то, что Яна испортила репутацию целой компании? Все это в нашем ролике. Подписывайтесь, у нас только голые факты и никакой воды. Скорее всего вы уже знаете про громкий скандал между Яной Рудковской и Ритой Дакотой. Вот только в этой войне блондинок многие не заметили настоящую причину злости Рудковской. Почему объектом ее ненависти стала именно Рита? Для тех, кто не в курсе, мы в двух словах напомним, что произошло. Обычный гиф, розыгрыш дизайнерских сумок от Луи Виттон. Ничто не предвещало беды. Среди организаторов акции оказалась Рита Дакота. Певица с подругой поехали в бутик Луи Виттон и сделали фото в специальном зале для вип-клиентов. И тут началось. Рите позвонила сама Яна Рудковская. Бизнес-львица была в ярости. Оказалось, что именно она организатор конкурса, а Дакоты там вообще быть не должно. Рудковская, мол, вип-клиент и почетный друг бренда, делает компании миллион евро выручки в год. У нее тут Париж на линии. И теперь у селебрити проблемы, потому что Рита никто выглядит дешмански и не имеет никакого права раздавать такие сумочки, тем более фотографируясь в вип-зале. Потому что вип здесь Рудковская, а Рита и рядом не стояла. Дакота была в шоке от такого высокомерия и хамства и не могла сдержать слез. Рудковская постоянно с кем-то скандалит. То судится с семейством Малаховых, то записывает гневные видео для футболиста Андрея Аршавина, то унижает на конкурсе юную фотомодель Зою Кукушкину. То и вовсе ругается с Алексеем Навальным. Вот только здесь бизнес-львица немного не рассчитала свои силы. Да, Рита обиделась, но молчать не стала и раструбила о несправедливости на весь интернет. Гордо позируя среди десятков клетчатых сумок, которые так любят наши бабушки, Дакота потребовала ответов. Неужели она и правда выглядит слишком дешево для такого крутого бренда, как Луи Виттон? И почему тогда мировой амбассадор компании Билли Айлиш выступает против любого неравенства, травли и буллинга, а российский офис во главе с Рудковской как раз этим и занимается? Что ж, Дакота добилась того, чего хотела. Практически все встали на ее сторону, признав, что Рудковская совсем сошла с ума от чувства собственной крутости и превосходства. Ей так понравилось строить своего сына, что теперь она готова учить жизни всех подряд. Но жена Плющенко не учла тот факт, что Дакота – это ей не гном-гномыч и месть не заставит себя долго ждать. И теперь это не просто война двух блондинок. О нет, тут все намного серьезнее. Дело в том, что мир сейчас помешался на идеях толерантности, цвет кожи, половая ориентация, внешность, вкусы и убеждения – все это не должно быть причиной для травли. То, что происходит сейчас в США – яркий пример этой тенденции. А что мы видим в конфликте Рудковской и Дакоты? Да-да, ту самую травлю и разделение на вип-персону и дешманку. Как ни крутя главный офис Луи Виттон в Париже, на такую наглость вряд ли закроет глаза. А значит, или Рудковской придется извиниться перед Дакотой, или гордую бизнес-львицу попросят уйти из компании и не портить репутацию бренду. И хоть мадам Рудковская делает им миллионы евро выручки в год, это ее не спасет, потому что для мирового бренда репутация важнее денег. Бизнес-леди уже попыталась оправдаться. Якобы причиной ее гнева стала формулировка Риты в Инстаграме, что она будет раздавать брендовые сумки. А это, дескать, снижает градус важности такого события. И вообще, изначально Рудковская рассчитывала на 13 блогеров, а тут собралось целых 37. Вот только преданная подруга бренда глукавит. Все блогеры опубликовали в анонсе Гива одинаковый текст, а виноватой оказалась только Рита. Так что все эти оправдания выглядят притянутыми за уши. Очевидно, что бизнес-лювица просто решила продемонстрировать свои понты за счет Дакоты. Рита моложе, красивее, день ото дня все успешнее. Ее обожают фанаты и неудивительно, что Рудковская решила показать девочке ее место. Дакота на эмоциях отправила свои сумки Луи Виттон в детский дом в Мордовии, чтобы порадовать девочек-подростков, потому что теперь у самой Риты они не вызывают ничего, кроме отвращения. На самом деле, эта история оказалась выгодной для всех, кроме Рудковской. Дакота заручилась поддержкой самых известных блогеров и привлекла внимание к теме социального неравенства. На Яну она якобы не в обиде, мол, Рудковская хороший человек, но со своими страхами и болячками. Но небольшую порцию яда в свой пост певица все же добавила. О, великая сила священного интернета, где кусок фекалии больше уже тапком Гуччи не прикрыть. Вы согласны с Дакотой? Как считаете, Луи Виттон распрощается с Рудковской за такую наглость? Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и пусть вас обходит стороной любая дискриминация.